ребятушки привет еще раз мы вышли на прогулку сынок скажи привет вышли немножечко прогуляться и давайте я так переключусь и вы будете как любоваться до обстановкой а я буду с вами болтать мы идем в магазин но если честно забыла как он называется ну это в общем там дешевые как нижнее белье в общем там хороший трикотаж котом там тому подобное не там кое-что нужно прикупить и потом пойдем немножечко с данилом пройдемся прогуляемся нам все равно нужно вечером нахаживать шажочки так что берем вас с тобой и пошлите прогуляемся вот этот магазин и ребята заман сейчас туда хочу сходить и посмотреть но не знаю там не получается никогда снять потому что там всегда орёт несусветная музыка ну если что я вам все равно вскользь покажу если кому-то вот будет интересно вот особенно что касается и нижнее белье такое простенькое недорогое неплохого вы знаете качество такое особенно сейчас если в жару там на каждый день мне жалко как говорится убивать так что пошлите посмотрим посмотрите тут очень хорошие носочки очень хорошие качество вообще просто неимоверное 5 пар 3 еврика и и разные какие хочешь детские для девочек и для мальчика всякие с рисуночками в общем тоже вот всякие топики ну в общем здесь неплохой очень даже неплохой трикотаж футбол очки вот такие нате по 4 евро футболочка 4 евро штанишки ну я считаю что это круто мужские трусы точно так же по 3 еврика по 4 еврика получается 3 евро 2 пары по полтора евро пара смотрите какая классная вот пижамка шортики и футболочка 5 евро 50 центов есть вот смотрите это 2 икса и то есть есть от с очки и по моему некоторые модельки я видела и 3 икса внизу то есть есть большие размерчики и такой хорошенький приятный икатон вообще очень классный ну если вы такие вот ну не знаю конечно такие трусихи на любителя да но все равно считайте 3 пары 3 евро круто же для полненьких тоже вот такие высокие вот посмотрите такие с гипюрчиком там все 4 евро получается 2 пары так что бюстгальтеры вот тоже хорошенькие такие симпатичные по 7 евриков по 6 по 4 евро это такой вот 8 евро ну вот бюстгальтера на большую грудь тоже прикольно вот такие вот трусюшки по моему такие посимпатичнее вот вот пожалуйста 3,99 две пары вот так что такой неплохой вообще магазинчик такой что на каждый день знаете такое относил выкинул и забыл вон вон для спорта вот я Юля вечно не могла подобрать но у меня есть из дорогих вон пожалуйста 6 евро мне жалко даже убить и все маечки вот на тоненьких вот этих бретельчиках по 3 евро смотрите какие хотите цвета вон просто супер для кого кому пряжа вон интересно по 99 центов в общем короче сделала магазин рекламу теперь и ищу в общем то что и хочу я себе смотрите какие пижамки девчонки короче такую взяла тоже Данилу видите такие зубчики на рукаве в общем такая как кто это баран такая вот пижама какие хочешь такие красивые маленькие их размеры вообще классно классно и недорого и качество вот реально реально классное все ребятушки мы уже кое-что подкупили по мелочам и идем теперь прогуляемся сейчас так хорошо на улице дома так душно как-то а на улице прям кайфово так ветерочек не жарко что что идем в этот тебе просто любое мороженое или ты хочешь в русском любое так что идем где-нибудь сыну покупать мороженое мак 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 постоянно волосы потом с мокрой головой ложится оно заминается так я взяла это машинку и обстригла его это вот это литья прическа гоп-стоп вы подошли из-за угла гоп-стоп так меня всегда вызывают либо каким-то фангитом либо меня мама плохастом назовала у тебя были плохие и у тебя наложено быстрее такая смешная шум голуби сейчас хорошо как раз гулять вообще кайфово хоть бери подушку то выходи и спи на улице о неплохая идея это ванна это стрим а есть солнце чуть-чуть лиц джинп кстати это что тут отсюда выезжает видишь все автобусы ну это аж автовокзал впереди цветочки сейчас еще они вообще через дорогу уже такой шлейф такой запах кстати у нас сейчас классе где-то вроде бы снеж не ошибаюсь это вообще наверное даже рекорд школы нас короче должны повторить семь или шесть людей в этот класс вот семь или шесть людей они сейчас и не перестудут они повторят гор вот эти классы потому что я знаю что там год в прошлом году там было больше четыре человека должны были повторить я так сказала очень много а у нас сейчас шесть семь семь почему шесть семь потому что один там непонятный он типа он вроде и учится а вроде по другим предметам ничего не делает это непонятно мне главное что ты не повторяешь а вот ты что того не знаешь ахаха ты хочешь чтобы я из тебя сделала два что я знаю ну это плохо если повторить значит вы не будете уже вместе ну это он он сам виноват потому что по мне они задавали больше всех пересдач ну по крайней мере по английскому потому что вот допустим мы делаем экзамен он ему вот если он говорит я не знаю ему могли поставить экзамен на другой день у него всегда было очень много пересдач почему делали если он просил все и а он типа сам не хотел ничего учить ничего не хотел делать и из этого сейчас можно повторить девчонки как здесь пахнет блин я бы села сейчас здесь и сидела но я как ненормальная сейчас нанюхаюсь вот все нанюхаюсь запахов и сейчас начну кашлять все мне только если пахнут цветы какие-то я девчонки начинаю кашлять представляете просто тупец а в Украине тоже было так же легко повторить в Испании или в Украине это было тяжелее? ну для нас когда я училась это вообще был позор всему мы мы дети Советского Союза у нас второгодники то были как изгой а у нас если допустим повторил один раз ну там то тебе в следующий раз допустим этот же класс еще раз повторить тебе нужно вообще не знать ни одного предмета потому что если ты допустим раздашь там какую-то физкультуру допустим то ты уже должен пройти а если ты и второй год умудрился завалить то там ты сто процентов ну проходишь дальше ну там у тебя столько долгов по предметам просто жесть вот если все люди допустим которые ну сразу пришли все точнее то им надо писать экзамены только по восьмому допустим классу все у них только по второму по этому классу задание экзамены то эти должны делать там folks должны пересдавать 7 потому что допустим вот так вот ну вот так вот пройдешь ну bunu будет полно долгов если ты закончишь школу то тебя все равно никуда не возьмут потому что у тебя будет в эти статьи написано, что у тебя долгов там за определенное количество классов. Ну, видишь, им это не мешает. У меня есть одноклассник, он уже, ну, максимум раз повторил уже три раза, и у него долги накопились еще с третьего класса, а он сейчас с седьмого, скоро мысля. Ну, главное, чтобы ты хорошо старался, был умничкой, это главное. Кстати, этот мальчик, он, вроде, даже не собирается заканчивать школу. В Испании, если тебе исполняется 16 лет, то можно спокойно учиться в школе, и все. Я, вроде, так и хочу. А может, должно, вроде, в следующем году исполниться 16 лет, или в этом, вроде, должно исполнение завтра. Ну, вроде, в следующем году. И он собирается, он в какие-то школы выбил, а не в этой задаче. Ну, таких куча. Тут именно, я имею в виду, в Испании. Как я люблю, девочки, вот эту пальмовую аллею. Вообще, я вот через день тут хожу и просто кайфую. Вот реально кайфую. Так мне нравится. Вот вроде бы, ну, уже должна привыкнуть к этим пальмам, к этим всем, но я обожаю. Для меня пальма, наверное, самое красивое, самое крутое дерево. Пальма – это куст. Ну, куст. Ну, оно здесь… Самый большой куст. Ну, куст. Ну, оно здесь… Самый большой куст. Куст, а не дерево. Ну, вот так вот. Тоже плохо училась в школе. Видишь. У меня планирует, когда я походу раз. Я это… Я это… Я это уже знаю. Что там? Со второго класса. Ну, ты шо, у меня умничка. Так. Вот это вот русский магазин. Он такой маленький. Такое, знаете, там мороженое что-то такое наше купить. Побыстричку он находится напротив Луна Парка. Возле Саневого моря. 24 часа. Да. В Испании почти нету. Возле Саневого моря. 24 часа. Балтика. Тут всякая наша водовка. Пошли тут. Что-то ремонт сделали. Поменяла что-то, да. Здравствуйте. Ну, что ты прячешься? Вытрясь. Представляете, никакого ни стыда, ни совести. Идет перед мамой, ест мороженое. А мама идет, бешеная собака, слюной истекает. Сейчас отберу, буду есть я, а ты будешь смотреть. Нет. Нельзя. Нельзя. Нельзя, нельзя, потому что это тоже не будет. Ух-х-х. Ух-х. 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 Мы сегодня уже к морю не пойдем. Будем потихоньку надвигаться в сторону дома. Мороженое есть одному, и вкусно ни мне, ни тебе, никому. Ух-х. Ух-х. Ух-х-х. Ух-х. Не хочу. Ух-х. 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 Вот тут вот находится вот это здание. Это Юлина учебное заведение. И тут она учится. Классное здание, да? Угу. Красиво. Уже когда все кафешки открыты, да? Когда видишь, что люди сидят. Идешь, и просто уже душа радуется, что наконец-то начинает оживать все. И прекращается вот этот кошмар. Я как вспомню, это просто ужас. Когда все закрыто, все мертвое. Началось классненько. Ладно, мои хорошие. Буду заканчивать. Пошли мы потихонечку. Будем болтать с сыночком. Говори пока. Так, и с вами я тоже всем прощаюсь. Спасибо, что вы сегодня ходили с нами на прогулку. Так что, пошли мы дальше поглазим, пошляемся, по магазинчикам позаглядываем. Денег нет. Ну, хоть по-другому. Знаешь, ты говори, да, если... Так, если на диете, то не значит, что нельзя в таком плане. Так что все, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Я вас обнимаю, крепко целую. Спасибо, что вы у нас есть. Пока-пока. Пока-пока.